итак всем доброе утро всем будет доброе утро шалом hello bonjour значит все мы продолжаем продолжаем занятия яков шатанин шалом бодертов вот учили мы мишну до этого бен азай он говорил что бен азай говорил это была вторая мишна он говорил так что альта и басли коля дам не пренебрегай не каким человеком в альтима тима фликли коль давар и не отдаляй возможность любой вещи шин лиха адам шин душа что нет такого человека у которого нет его часа и нет нет такой вещи у которой него нету места да то есть все может случиться в этом мире все в этом мире непредсказуемо и интересно что значит все в этом мире непредсказуемо вот у нас вчера например произошла вещь такая у меня жена споткнулась сломала ногу ступню там косточку одну маленькую и чтобы было и рифа шлама рифка басара теперь все уроки которые я делаю это чтобы было не рифа шлама чтобы она выздоровела молюсь тоже за всех кто случайно упал или заболел и так далее потому что здоровье это очень первая такая штука которая очень близка человеку и он ее чувствует прям телом да то есть и чтобы было рифа шлама всем хорошим людям и первую очередь рифка басара чтобы не заросла нога вот это то что говорится вообще неожиданно вот на ровном месте бывает что человек идет спотыкается на ровном месте и бах и все да теперь значит слово амида вот ирина спрашивает манучаян манучаян амида это леомот это стоять амида это молитва которую произносят стоя молитва 18 благословения называется амида хорошо сегодня мы продолжаем изучать четвертый пэрок четвертая глава предыдущей главе мы выучили что что нужно стараться уйти от того чтобы судить других людей особенно если ты официально их судишь этого решения зависит приговор какой-то нужно максимально от этого уходить теперь следующая мечта она продолжает эту же историю и она говорит так альтеидан яхиди то есть не суди один говорит не суди один говорит нам кто это нам говорит это нам говорит рабе шмоль он говорит не суди один сейчас мы узнаем почему значит не суди один шэндон яхиди иль айхат что судит один только бог только бог судит один а поторит должно быть три суди три суди это суд еврестии, да, теперь, значит, не суди один, что судит один только Бог, только один, валь, то мар, и не говори другим, каблу дойти, не говори, даже если ты судишь с тем, там вместе, вот вы сели, я могу сказать, что Равицких Зильбер, Захароноса Дикливраха, это тот, у кого я учился, как мой Реве, можно так сказать, так он, у них в семье была традиция, хотя они были раввины, прямо у них родословно было до царя Давида, то есть это были великие раввины, которые в каждом поколении были в тех городах, где они жили, они были раввинами, его папа был рав в Казани, главный рав в Казани, дедушка там, ну, они были всегда великие раввины, да, семья, у них была традиция такая в семье, что перед тем, как вынести какое-то решение, ну, они спрашивали мнение двух-трех, минимум двух мудрецов Торы, чтобы просто услышать их мнение, и только потом они выносили свое, и есть такое, такое мы тоже учили в Торе, такой, как в Совет, в Перте, вот мы учили, это говорил Гилель, что Марбе и Ца, тут много советуется, Марбе Твуна, он умножает понимание, то есть когда у каждого человека есть взгляд его на ситуацию, то есть у него есть его вот такой конкретный взгляд, его ракурс, его убеждения, его какие-то ценности, и он видит ситуацию только сквозь вот эту призму своего внутреннего мира. Теперь судья, он должен максимально стремиться вынести правильный все-таки приговор, да, такой, который соответствует Торе. Поэтому нам советуют Раби Ишмель, что не судьи один, потому что только Бог судит один, только Бог знает всю правду, только Бог знает всю суть вещей, только Бог знает все причины и все следствия. Человеку это не дано, человек видит только фрагмент реальности, и то он не видит фрагмент реальности, он его создает, да, можно закрыть это, шумно, он его создает, этот фрагмент реальности, а не видит его вот таким, какой он есть, создает у себя в голове. Теперь вторая часть, не говори, не говори другим, примите мое мнение, примите мое мнение, ше эмри шаим вэлу ата, что они, у них есть право и не у тебя. Вот это очень странная вещь, почему у них есть право, а не у тебя. Чтобы понять эту вещь, нужно вспомнить одну историю, которая является одной из основополагающих лично для меня, истории в Торе, о Торе вернее, да, это не история в Торе, в Пятикнижии, да, это история в Талмуде, она о Торе, о том, как это работает вся система. История была такая, как-то был такой великий мудрец, его назвали Раби Элиезер Агадоль, он был учитель Раби Ативы, он был невероятного уровня знаний, на тот момент он был один из самых выдающихся мудрецов того поколения. И у него возник спор с мудрецами, а было тогда, глава мудрецов был Рабан Гамлиэль, и его номер два был, как бы, да, Раби Юшо, такой старейшина. И вот старейшина Раби Юшо возглавлял, как бы, большинство мудрецов, и у них возник аллахический спор по закону, по закону о кошерности печки, после того, как в нее залезла змея, и с какого момента эта печка становится, ну, ее надо там специальным образом кошеровать, чтобы она стала опять доступна к приготовлению пищи, и как это, с какого момента она становится кошерной. Значит, и Раби Лезер говорил одну точку зрения, а мудрецы говорили другую. Большинство мудрецов говорили другую. Раби Лезер, который был уверен в своей точке зрения, и он хотел вот здесь как раз сделать то, что здесь написано, что делать не надо, что не говори, примите мое мнение, что у них есть право и не у тебя. Раби Лезер, он, очевидно, эту Мишну, она уже была сказана после него, и он считал, что правда на его стороне, и он им говорит, примите мое мнение, я прав, он говорит, я вам говорю, что закон идет так, как я говорю. Раби Ушуа говорит, мы большинством голосов решили, что закон идет по-другому, как мы говорим. Он говорит, если я прав, то пускай дерево подтвердит, что я прав. И они повернулись, дерево прыгнуло на 50 метров с места на место. Раби Ушуа ему говорит, вы знаете, говорит, мы не принимаем доказательства от деревьев. Нам деревья не доказательства. Раби Лезер говорит, хорошо, пускай река подтвердит, что я прав. Там текла горная речка, и она начала течь в другую сторону. Раби Ушуа ему говорит, вы знаете, говорит, мы от рек тоже доказательств не принимаем. Тогда Раби Лезер сказал, пускай стены дома, в котором мы сидим, подтвердят, что я прав. И стены дома начали падать. Тогда встал Раби Ушуа и сказал, из-за почета Торы, да, из-за почета Торы, пускай стены остановятся. Они остановились. И он говорит, тогда Раби Лезер ему говорит, послушай, говорит, если так, пускай небесный голос подтвердит, что я прав. Небесный голос уже, это, ну, как бы, это от Бога. Значит, раздается небесный голос и говорит, закон, как Раби Лезер во всех местах. Раздался прям небесный голос, они все услышали этот голос внутри, там, снаружи, это не так важно. Важно, что небесный голос подтвердил, что прав Раби Лезер. Тогда встал Раби Ушуа и говорит, в Торе написано, что закон идет по большинству. И в Торе сказано, лобы шамами, не на небе она, а на земле. То есть, Бог дал, мы учили эту мишну уже, что Бог дал клихим, да, инструмент, которым он сотворял мир, он его передал на горе Синай, еврейскому народу. И в Торе уже приведены все законы, как работает мир, как в нем надо действовать. И там написано, что еврейский суд действует по большинству голосов. Все. Если большинство говорит, что закон вот так, значит, закон вот так. И в Торе написано прямым текстом, это Бог сказал, что в своем поколении ты придешь к мудрецу. И даже если он тебе скажет на правое левое, а на левое правое, то ты должен делать так, как он скажет. Это Бог сказал. Бог сказал в Торе, что на все нам поколения есть мудрецы, носители Торы, и к ним надо идти, и они устанавливают закон, как правильно надо действовать. И идет, именно идет Аллаха, закон, и идет мироздание, идет реальность по их постановлениям. И об этом встал и сказал Раби Иушуа, что не на небе она, а на земле. Сказано, что за большинством даже повернуться, даже ошибиться, но лучше идти за большинством и не делать разделения. И поэтому он сказал Раби Илезеру, так как я представляю большинство, пока Мисты не согласишься с нашим мнением, то тебе, и он ему сделал то, что называется не дуй, он его отлучил от общины. И сказал, что с ним нельзя молиться в Миняне, с ним нельзя находиться ближе, чем в два метра к нему подходить. И значит, все, он говорит ему, хочешь быть один, будь один. Это то, что здесь написано в Мишне, что говорил нам Раби Ишмаэль, что не суди один, что не судит один, а только Бог. И не говори другим, примите мое мнение, потому что они решаим, то есть они решаим, это они, есть у них решут, есть у них право, и не у тебя. Когда ты один идешь больше большинства, это даже Елель говорил, Альтифрош Минацибур, не отделяйся от общества, да? То есть общество это сила, ну именно общество мудрецов это сила. Значит, Раби Илезер, что интересно, он не признал их мнение, и он так и умер, он в одиночестве, и когда он умер, перешел Раби Атива и плакал на камне, на котором он сидел, и говорил, что умерла Тора. Но он до конца не принял их мнение. Теперь, один из мудрецов, которые были в том поколении, я не помню, он присутствовал в этой ситуации или нет, но дальше Талмуд рассказывает, что через какое-то время он встретил Ильяу Анови. Пророк Ильяу это тот, который находится между мирами, то есть он находится, он живой поднялся на небо, в огненном вихре, и он, как бы, он при жизни преобразовал свое тело в духовную природу, и он точно так же из духовной природы преобразовывает свое тело в материальную природу. Ильяу Анови, пророк Ильяу, он ходит между мирами, и вот Игорь Снежко, неправильно даже, вот лучше было бы написать, и как понять Бога, вот так можно было бы сказать. Во-первых, мы Бога не можем понять, но вот этот вот, один из мудрецов, он спросил Ильяу Анови, а скажи, пожалуйста, что Бог в это время делал? Что Бог в это время делал, когда раздался небесный голос и сказал закон, как раби Лейзер, а вышел раби Юшо и сказал, что закон по большинству, как написано в Торе, а Тору ты передал, она на земле, а не на небе, и это самое, что делал Бог в это время? И ответил ему Ильяу Анови. Пророк Ильяу ответил ему так. Он говорит, что Бог в это время смеялся и говорил, Ницхуни Банай, победили меня мои сыновья. Так он смеялся, потому что он установил Тору, он установил законы, и он сказал, живите по закону. То есть есть закон, который я установил, и если в законе написано так, то этот закон уже управляет, Тора уже управляет мирозданием. Вот так ему ответил Бог. Вот такая история, которая нам помогает лучше понять эту Мишну, лучше понять, как бы, как работает мир мудрецов. Есть еще один такой интересный момент, что как-то в Европе один человек пришел к мудрецу того поколения, сейчас не помню, как его звали, и говорит, вот у меня такая-то болезнь, мне врачи сказали, что я умру в течение года. Тот ему говорит, ты знаешь, там легочная какая-то болезнь, он ему говорит, тебе надо переезжать в Израиль, там ты будешь жить. Он говорит, почему? Он говорит, поэтому по этой болезни есть спор между мудрецами, и Шелхонорух, Шелхонорух его писал Равьосов Каро, который жил в Израиле, и это закон, который он, ну, Равьосов Каро, он как бы написал сбор, свод законов, и там есть законы о животных, кошерные животные, когда их режут, да, там, коровы, птицы, овцы, им их режет специальная кошерная шхита, а потом у них проверяют все органы, чтобы не было болезни, от которой она в течение года может умереть, это животное. Если находят болезнь, от которой она могла бы умереть, то это животное некошерное, и его нельзя кушать. Но если это болезнь, от которой оно не могло бы умереть, тогда животное кошерное, его можно кушать. Так говорит ему этот мудрец в Европе, что смотри, по этой болезни, которую у тебя нашли, по ней есть спор. Эта же болезнь встречается и у птиц там, и у животных. Европейская вот, РАМО, да, РАМО, это тот, который написал дополнение к Шелхоноруху для европейских евреев, да, то, что именно как принято было в Европе. Он говорит, что в этой болезни животное некошерное, оно умрет в течение года, и все. Значит, если ты будешь жить в Европе, то ты умрешь. Потому что в Европе идет закон по РАМО, как он скажет, так и будет. А в Шелхонорухе написано, что эта болезнь, от него животное не умрет. Поэтому едь в землю Израиля, там закон идет по РАМО, значит, и там ты будешь жить. И он поехал в Израиль и остался жив. Очень интересно, что, например, был такой мудрец великий, Хазуныш его звали. Хазуныш, он умер в 50-е годы, где-то в 54-м году, по-моему, он умер. И вот к нему тоже приходили, как-то один был человек, который, ну там, профессора сказали, что его вылечить невозможно, у него была опухоль мозга. И он перешел к РАМО посоветоваться к Хазунышу, что делать, как, ну, то есть, вот врачи сказали, что даже они не берутся делать операцию, потому что долезть до этой опухоли невозможно. А, значит, ну, то есть, если там делать операцию, как они знали, как делать, то он точно умрет. Хазуныш изучил там все эти снимки на тот момент, ринденовский и так далее. И он нарисовал рисунок. Это есть этот рисунок, это все абсолютно документальные факты. Я эту историю читал в книге «Хроника возвращения» Рафцвипатлас, «Хроника возвращения» она называется. «Хроника избавления», да. И там эта история приведена с фотографиями совсем. В общем, Хазуныш нарисовал этот рисунок и говорит, передай его профессору, надо делать операцию, ты останешься жив, но резать надо вот так. И он ему нарисовал полностью рисунок, как надо резать. Профессор, когда к нему пришел этот больной, он даже не хотел на рисунок смотреть. Но больной, ну, больной, уже умирающий, он его уговорил, говорит, вы не понимаете, у меня, ну, единственный выход. Тот посмотрел на рисунок и говорит, это гениальное вообще решение. Я, говорит, ну, так никто никогда не делал, но мы видим, что так можно сделать. Откуда он знает, где он учился этот Равин? А он учился, он изучал всю жизнь только Тору. Он никогда нигде не учился, кроме Торы. Но в Торе есть все. То есть в Торе есть все и про то, как анатомия, и астрономия, и физиология, и все, все, все абсолютно есть в Талмуде. И Хазуныш знал из Талмуда, из каких-то мест он знал, как это все надо делать. И что? Значит, ему сделали операцию, он выздоровел. И этот профессор, он после этого стал религиозным, у него в кабинете висел в рамочке всегда этот рисунок, который сделал Хазуныш, ну, то есть, который для него стал доказательством, что тот, кто сотворил мир, он, сотворяя мир, он действовал по какому-то плану, который называется Тора. И потом этот план Тора, он был передан на Горисинай через Моисея, он был передан еврейскому народу, которые сказали, «Наосе ванишма». Они сказали, сделаем, а потом будем разбираться, что делать. И в каждом поколении есть раввины, есть мудрецы Торы, которые говорят, как будет, как будет, что делать, как делать в каждом ситуации. И хорошо. Теперь, значит, мы вот эту Мишну выучили, давайте подведем итог. Как это касается нас, если мы не судьи? Значит, первое, что если есть какой-то вопрос, и ты не знаешь, как сделать, лучше всего пойти посоветоваться с раввином и спросить у раввина совет. Каждый раввин, если это настоящий раввин, он даст какой-то совет, и этот совет поможет увидеть, как минимум, ситуацию с другого ракурса, а как максимум, последовав этому совету, ты получаешь божественную поддержку, и у тебя есть решение. Второе, то, что можно отсюда понять, что если ты не идешь к раввину советоваться, то все равно не суди сам. Не суди сам себя, не суди сам ситуацию, посоветуйся. Если тебе большинство людей говорит, что надо делать так, то у тебя возникает вопрос, опять же, кто эти люди? Первый вопрос. Потому что иногда бывает, что большинство ошибается. Мы часто видели, как большинство, именно простое большинство такое, просто большинство, не мудрецы, они даже есть мнение, что если ты хочешь прожить счастливую жизнь, ты не должен делать то, что делает большинство людей. Кстати, здесь нет никакого противоречия, большинство людей не ходят к мудрецам советоваться. Большинство людей думают про себя, что они мудрецы. Теперь, есть прямо многие, там, люди, которые советуют, как разбогатеть, как добиться успеха и так далее, они говорят, вот, посмотри, что делает большинство, я несколько раз у разных видел этот совет, посмотри, что делает большинство, и делай наоборот. Не делай то, что делают все, потому что 95% населения не здоровые, не успешные, не богатые, не веселые, не счастливые. 50% людей разводятся, то есть люди, большинство не могут давать советы, их лучше не слушать. Второе, если ты все-таки решил с кем-то советоваться, советуйся с мудрецами. Мы учили в Мишле, что так, если ты говоришь о том, что ты собираешься делать, это может разрушить то, что ты собираешься делать. Но если ты советуешься с мудрецами, то это устанавливает и усиливает то, что ты собираешься делать. И здесь есть очень интересная вещь, что когда ты советуешься, просто рассказываешь людям о своих планах, то есть люди, которые завидуют, которые, ну и даже просто, если мы возьмем, что 95% как гипотезу, как теорему, что 95% людей ошибаются в своей жизни, то их взгляд на твою ситуацию будет ошибочным. То есть их взгляд, как бы они сделали в твоей ситуации, он именно привел бы тебя к негативным последствиям. Поэтому рассказывая им, 95% людей, о том, что ты собираешься делать, ты получаешь конкретно плохой совет, минус в ментальном каком-то восприятии твоей идеи, и все. То есть или тебе завидуют, или против тебя осуждают, и так далее. Если ты завидуешься вот с этими 5% мудрецов, то ты выбираешь. Если это мудрец Торы, у тебя есть доступ к мудрецам Торы, Ашрехов и Товлыха, счастлив ты и хорошо тебе, потому что ты получаешь доступ к знанию, которое устанавливает мир. И даже если мудрец скажет, делай так, и будет у тебя благословение, то ты получил там огромную-огромную помощь, да? Если ты советуешься просто с экспертом, то ты получаешь хотя бы экспертное знание в той сфере, в которой ты советуешься, да? Вот такой сегодня у нас был совет от Раби Ишмаэля. Изучили мы Мишну. С Божьей помощью, чтобы заслуга от изучения Торы помогла выздороветь очень быстро. Моей жене Ривка Басара спотнула, сломала ногу, чтобы она выздоровела, чтобы и была Рифла Ашлама, полное выздоровление у нее и у всех хороших, добрых людей, которые желают друг другу добра, счастья и света. Все, чтобы было у нас у всех благословение. И для этого надо что сделать? Для этого надо сделать выводы, написать в комментариях свои выводы, поделиться своими выводами с хорошими, добрыми людьми, чтобы они тоже знали. И попробуйте найти в своем окружении мудреца Торы, чтобы с ним посоветоваться по какому-то важному для вас вопросу. Не обязательно делать то, что он вам посоветует, ну, хотя лучше делать, потому что, ну, не всегда тот, кто называется мудрецом Торы, им является. Но то, что вам этот совет откроет очень интересный, нужный ракурс на вашу ситуацию, однозначно. Все, удачи, успехов, с Божьей помощью, чтобы было все хорошо. Все, всем пока.